Что скрыто за фасадом старого дома? Ветхая конструкция? Насыщенная история? Архитектурная самобытность? Сегодня исторические здания перестают выполнять свою прямую функцию. Ни жилым домом, ни офисом они уже не являются. С другой стороны, именно старыми домами богаты города нашей страны. И снести их – это все равно что ограбить самого себя. Увы, но многие здания давно канули в лету, а за некоторые ведется настоящая борьба. Кто сегодня отстаивает наше архитектурное прошлое? Попробуем разобраться в этом вопросе на примере Воронежа. В эфире рубрика «Большие возможности». У нас в гостях экскурсовод-координатор общественного движения «Ардозор» Ольга Рудева. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что сейчас происходит в Воронеже с памятниками культуры и истории? Как много объектов нужно отстаивать? Это наша проблема давняя, всегдашняя. Город Прекрасен. Он очень страдал во время Великой Отечественной войны. Здания тщательно восстановили, порадовались уцелевшим. И вот дожили до 21 века, и теперь сносим то, что не храним. А почему так происходит, по-вашему? Ну, наверное, потому что все-таки решают дорогие квадратные метры в центре города. И когда собственник покупает памятник культурного наследия, там начинается такая игра с властями. А аварийный? Да, аварийный. Ах, аварийный. Тогда оставляем одну фасадную стену? Да. И получается, что ради трехуровневой парковки под домом, например, как это произошло с усадьбой Перин-Синельниковых, вот все, мы теряем интерьеры. Мы теряем историю, да? Мы теряем историю, да. Историю семьи, историю, которую можно пощупать. Вот в усадьбе Перин-Синельниковых был парадный вход, беломраморная лестница, единственная в Воронеже. Ну, вы координатор общественного движения «Аркдозор». А насколько реально сегодня общественникам, волонтерам, да и просто небезразличным людям добиться отмены сноса здания? Иногда бывает просто вовремя начать. Так было с домом агронома Вахнера, который застройщик соседней территории просто начал кусочком ломать, чтобы грузовичкам было удобнее проезжать. Достаточно было одного письма, звонка в департамент культуры, все, мы остановили. Ольга, а скажите, какие рычаги давления на власти в этом вопросе есть сегодня у общественных организаций, в частности, Воронежа? Ну, вот так получается, что власть наша, Воронежская, у нас очень хороший губернатор. Все, они целиком и полностью, чиновники разного уровня, все на нашей стороне. Даже так? По отдельности все. При этом здание вы теряете? При этом система целиком против. Как-то вот оно из 90-х передвинулось, что ли. Ну и тем не менее, это не снимает вопрос. Власти как помогают решать сложившуюся проблему, если они встают на вашу сторону? Соответственно, они помогают вам готовить документацию, выигрывать суды, да? Нет. Это все делают они сами. Нам нужно просто вовремя оповестить департамент культуры, чтобы там пошли с проверкой чиновники и приняли соответствующие санкции. Вот и все. Ольга, ну чтобы оповестить, надо узнать об этой проблеме. А вот как выявить ее? В соцсети спасибо. В любой час дня и ночи может поступить какой-то сигнал, сообщение о том, что где-то что-то не в порядке. Хорошо. А могли бы вы описать распространенную схему, по которой сегодня сносят старину? Запросто. Это схема называется «сам рухнул» в одно слово с маленькой буквы. То есть вот что происходит с домами. Сто-летние, 150-летние дома признаются аварийными, но и, в общем-то, вот аварийности не существует. Существует безхозяйственность, да? Ну, сам рухнул с маленькой буквы, можно написать, но можно и с маленькой буквы написать «не успели восстановить». Ну да. Поставить вопрос, почему. Тут так. Если объект внесен в реестр охраняемых зданий, то это только стена. Только стена. Должны быть поставлены на охрану лестницы, интерьеры, столярка, оконные переплеты. Тогда за дом можно не беспокоиться. А есть ли у вас статистика, ну вот кроме дома Вагнера, как много еще архитектурных объектов удалось отстоять за последние несколько лет в вашем городе? Наверное, главная победа – это усадьба Быстржинских. Самый могущественный застройщик воронежский, человек весьма бесцеремонный, хотел снести дом, в котором бывал Лев Толстой. Но для Воронежа это, согласитесь, да важно. Вот. И благодаря настойчивости, грамотности жильцов соседних домов, тех же самых чиновников, вот удалось дом сохранить. А вы не чувствуете давление со стороны бизнеса, который заинтересован в том, чтобы тот или иной дом прекратил существовать? Ну, конечно, да. Конечно. Как это проявляется? Ну вот в последние годы, гораздо в меньшем количестве, люди стали опасаться, сейчас ведь принят новый закон об очень серьезных штрафах. Люди стали опасаться покупать историческую недвижимость. Уж очень много с ней хлопот. Это нужен проект реставрации, дорого стоит. Это нужна собственная реставрация и в каких-то там моментах реконструкция. Ольга, а насколько изменился архитектурный облик Воронежа за последние десятилетия? Изменился сильно. Беда нашего города главная, то что у нас не приняты охранные зоны. То есть они разработаны, но они не приняты. А что мешает принять этот документ? Строительное лобби. Ведь что происходит с нашим городом? Прекрасно. И это так, вот построю домик, продам квартирку, сам я здесь не живу и жить не буду. Все и вот. С другой стороны, города должны разрастаться, население появляется и людей становится все больше. Конечно. И без этого нет будущего города. Да. Хотя историю тоже надо помнить. Вот как найти этот баланс, никто не знает. Должно быть чувство профессиональной честности у застройщиков и понимание того, что строится на века. Новая архитектура прекрасна. И наоборот, можно даже вот этими высотками роскошными подчеркнуть эту изумительную воронежскую старину. Как, например, сделано в Барселоне. Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, вот вы проводите пешие экскурсии по городу. Кому как не вам знать, какие объекты сегодня являются настоящими символами Воронежа? Давайте об этом немножечко поговорим. Ну, конечно, в первую очередь это наш любимый каменный мост. Конечно, легендарный дом с совой, дом в стиле модерн нашего воронежского архитектора. И под балконом огромная скульптура совой. Это наша большая дворянская главная улица города, конечно, проспект революции, вот в теперешнем пользовании. Гости сравнивают с Невским проспектом. В Петербурге, да? Да. Ольга, а какие из этих объектов, или, быть может, других даже, вызывают наибольший интерес у гостей и туристов? Вы знаете, вот самая частая просьба – покажите нам город. И потом просто вот достаточно ходить, кружить, рассказывать истории. Все интересно. У нас красивый город. Ольга, а почему ваши экскурсии называют неформальными? Потому что я считаю, что надо дать как можно меньше циферок, дат, и как можно больше впечатлений. То есть самой истории, да? Самой истории, неожиданностей. И это вот эффект человеческого внимания надо переключать. То есть распахивается дверь с большой дворянской отделением милиции. Это как портал, и мы попадаем на сто лет назад в усадебку. Вот так. Изюм должен быть в каждой экскурсии. То есть такое психологическое восприятие тех, кому эту экскурсию вы представляете. Ольга, а какой совет вы можете дать нашим телезрителям, которые не согласны с планами властей по сносу старых зданий? Вообще, как защитить историю и спасти дом самим? Нам, обычным гражданам. Вот в первую очередь обратиться к чиновникам. Вот в те организации, которые занимаются этим вопросом. И там просто расскажут пошагово все, что нужно делать нам самим. И только так? Да. Ну и опять-таки, используя социальные сети. Используя социальные сети, да. И возможности, которые есть у каждого из нас, это проявлять гражданскую инициативу. И не сидеть, сложа руки, ждать, когда соседнее здание, которое представляет историческую ценность, несут. Правда? Ну, конечно. И ведь даже не беда. И ведь ситуация многих провинциальных городов с архитектурными жемчужинами, она какая? Люди там живут и думают, ой, шедевры в Москве, шедевры в Питере, вот там шедевры. А у нас так, старье и рухлядь. И вот это нужно немножечко переключить, немножечко посмотреть как-то заинтересованно на свою историю, свою архитектуру, на судьбы людей, построивших эти дома. Глазами малой родины. Конечно. Там, где мы родились? Да, да. Это очень интересно. Там часто и пригодились. Ольга, вы как-то сказали, что мечтаете жить в городе, который не нужно будет сторожить. Вот я вам желаю, чтобы эта мечта обрела реальность. С другой стороны, пожелаю всем нам, жителям большой страны, чтобы таких людей, как вы, было больше. И у каждого, даже малого города, был свой защитник. Спасибо большое. У нас в гостях была экскурсовод, координатор общественного движения «Архдозор» из Воронежа Ольга Рудева. У нас в гостях была экскурсовод, координатор общественного движения «Архдозор» из Воронежа Ольга Рудева.